итак здравствуйте дорогие интернет-зрители с вами снова скудер и мы завершим такие прохождения нет воспит 4 high stakes в этой серии не смог я не успел точнее записать последнюю серию перед своим отъездом ну и сегодня мы этот пробел закроем вот как видите у нас осталась последняя гонка на выносливость самая длинная тяжелая выматывающая благо что нас достаточно много средств средств скоплена и нам на все это дело их должно хватить последний чемпионат будем проходить на ferrari f50 так как кто-то мне из подписчиков говорил что на общем хороша хороша и в каких-то моментах даже на равных и чуть ли не лучше чем мерседес и вот и макларены с последнего чемпионата вот она красавица такая по показаниям конечно на похуже немножечко но говорят она по максималке тянет вот чемпионат предстоит самый длинный это наверное будет самая длинная серия 7 трасс по много кругов так что так что приготовьтесь будет достаточно долго но надеюсь что будет увлекательно так ну что же прокачиваем ее вот такие вот мажорские золотые диски так ну вот у нас характеристики растут с нажатием каждой кнопки ну вот по двум верхним показателям она даже практически по максимуму прокачено по моему там по одной точечке не хватает ну что же в бой ну да кстати я тут джойстик себе прикупил новый раскошелился так сказать называется он траст мастер дуал аналог 4 спасибо моему другу вася он же базилио за оперативность ну это минутка рекламы он я в днс получается заказал заказал вечером и буквально уже на следующий день после обеда джойстик был в магазине так что спасибо тебе дружище теперь ну это так скажем техническую часть я прокачал своих прохождений что предыдущий джойстик у меня совсем развалился буквально в руках и я его взял доломал вот и прикупил вот этот такой у него эффектов отдачи нету но зато он легкий очень кнопки тугие мне это нравится так что надеюсь сейчас все будет а лучше получаться но тем временем мы прорываемся вперед какой прытки порошек попался кстати говоря семь трасс и наверное вы заметили что последний из них это опять будет снежная юр инстерклой лапки вот и план у меня такой короче надо до этого этапа как можно больше гонок выиграть потому что на нем я скорее всего приеду последним там просто нереально мне то что выиграть а прийти где-то там даже в середине вот поэтому нужно отрыв делать по очкам выигрывать ух и желательно чтобы позади нас постоянно менялись те кто будут финишировать чтобы друг у друга еще очки отбирали в общем вот такой план вот такой план незамысловатый но тем не менее вполне реализуемый кстати действительно достаточно плавно управляется и еще у него расположение кнопок как на боксовом джойстике соответственно аналог левый он вверху там расположен на боксовом джойстике у него где крестовина у него там левый аналог а где левый аналог расположен там у него крестовина и вот достаточно неудобно пока привыкать по ощущениям к расположению крестовины, потому что палец все время тянется... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что ж ты прилипаешь-то из стенки-то? Палец все время тянется туда вот, как вверх, на аналог. На крестовине ехать удобнее. Да ладно. НЕТ! Да чтоб тебя, а! Вот только я побил рекорд и тут же словил где его. Короче, здесь Кузьма, как обычно, рулит, да? А, нет, смотрите, Кузьма, он второй сейчас. Его кто-то обогнал. Не заметил я кто. Это хорошо. План пока работает. Главное выиграть еще. При этом. Кузя тоже на Феррари. Ну, поворачивает, надо сказать, она, конечно, совсем не лучше, чем ЦЛК наш, на котором мы предыдущий чемпионат ехали. Вот. Ну, насчет максималки не знаю. не та, это пока трасса где-то максималку можно развить. Ну, в общем, на мой взгляд, это все равно самые крутые здесь машины. То есть, естественно, ЦЛК и Макларен. Феррари с ними вряд ли может потягаться. Если ехать предельно точно на обоих машинах, то, думаю, ЦЛК не глядя разорвет Феррари здесь. Но все-таки предельно аккуратно и точно ехать очень редко получается. Так. А, я на сих пор второй, блин, надо это, надо ускоряться. Так, это я, насколько понимаю, Гриня у нас. Это Гриня у нас на первом месте. Это хорошо. Гриня узел и лишние очки отбирает. Ух, немодерев. Так, так, не жужжи, не жужжи. И, кстати, если говорить об этом чемпионате, я, ну, в детстве, когда мы с Лехой его проходили, я, точнее, проходили эту игру, я не помню вот этот чемпионат вообще, Энбуренс. У меня почему-то в памяти отложилось, что последний чемпионат это вот как раз, ну, как он там называется, чемпионат ГТР, как раз таки, где Мерседес и Макларен. вот, и я совсем почему-то забыл про вот этот именно чемпионат, где практически не все трассы, но большая их часть, да еще и на каждой по четыре круга, но действительно эндуранс, хотя с Гранд Туризмом, конечно, не сравнится все равно, чуть по четыре круга. Мелочь. Просто что трасс много, и это примерно как мировой чемпионат Гранд Туризма, который обычно завершает завершающего что-то подобное. Так, ха-ха, отлично! Начало положено, начало с победы. Круто! В общем, план начал потихоньку срабатывать. Да, Гриша! Ой, а Кузьма вообще шестой! Нифига его закосячили! Вообще отлично! Прям сразу задел такой по очкам. О-о-о! Да ты че, и то, и то сразу побили. 1,50. А че это меня больше там нету? А, ну да, это же эндуранс по 4 круга там еще не ездили. Так, ну вот, да, Гриша теперь на втором месте. Гриша, правда, тоже парень быстрый, надо за ним будет следить. Но то, что Кузя так хорошенько закосячился, это тоже хорошо. Вот, видите, снежные горы, последняя трасса, и надо быть там очень аккуратным. Хотя, даже если я буду там очень аккуратный, я все равно приеду последний. Вот. о чем я и говорю, что надо, надо делать за дело. Ну, здесь надо тоже выигрывать. Короче, первые три трассы по-любому надо выигрывать. Прямо там дальше конечно варианты. Тут еще все меняется. Все трассы или отражения, или назад, или назад с отражением. В общем, все. меняется направление трассы. Стоит направление трассы поменять, и она уже как будто как новая. Кстати, повезло вот с этой именно, что она просто отзеркалена. То есть, в принципе, все повороты такие же, только что они в обратную сторону закручены. Ну, отзеркалена. Поэтому, по сути, прямо она. вот эта трасса, кстати, скоростная. Тут уже можно что-то ощутить. Блин, тут скорость в милях. И получится точно узнать в километрах, сколько Феррари разгоняется. Несколько. пока неплохо идем. Тут, тут, тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну вот, взял, сам себя сглазил. Блин, это была последняя связка, по-моему. Да. Так. Так. в первом месте Влад 2. Уж Малетов уже тут вырвался. Манее, это гринер. Блин. Да что? Тулин. Поршики, кто Егорка? Кто туда? Не, Поршик, он хорошо дорогу держит. У него управляемый скажешь, классный. Хотя бы по мощности он как-нибудь. Да, ё-моё. Ну вот. Блин, ты. На масле на каком-то. Понятно, конечно, машина мощная уже и на первой особенно скорости очень сложно её прямо держать. С другой стороны, плохо, что тут и газ, блин, не сможешь. Ну, трудно дозировать, короче. поэтому сразу нажимается полный газ, естественно. На первой передаче вся мощность сразу передаётся и прям её крутит. Шутка. Ну, как я и говорил, вся прелесть физики, прелесть, в принципе, можно в кавычки поставить, наверное. нетфоспид хайстейкс, в общем, она раскрывается именно на мощных машинах. На самых мощных. И в первых чемпионатах где-то, наверное, да ё-моё, вот это да. Блин, слететь не таямся. Даже мыморочка нас уделала. Ой, спойлер отлетел. Сейчас вообще будет сложно всё на медленных поворотах. Блин. В общем, до чемпионата, наверное, корветов физику вообще не ощутишь. То есть абсолютно аркада, кажется, в любой поворот без тормозов и прочее. Но постепенно по мере прохождения игра всё больше становится агрессивной и зубастой. Точнее её физика. Тут уже так не залетишь каждый поворот с гашеткой в пол. Так, гриня у нас вторая. Кто же летит? Да, вот-вот. Голубчики. Чё си, Порш, Порш борется за победу. Чё-то я такого вообще не помню. Но только в кубке Порш. Хех, там естественно. А так, чтобы Порш боролся елки-палки. Елки-палки. Что ж ты? Блин. Сложно в таких ситуациях, честно говоря, не скоро на слове на слове. Порш. финал лап. Лага. Так, не больше ничего говорить. Едем, просто едем. дурик подбитый был с одной стороны. Тихо-тихо-тихо. Просто цеплять нельзя, блин, уже подвеску по поцели. Держи-держи. Блин, реально вот отсутствие спойлера дает о себе знать. Тоже. То есть, сейчас появилась конкретная избыточная поворачиваемость и жопота поноровит обогнать передок. Вот о чем я и говорю! Да не бибикай ты! Ну, шел вон! Так, это глянет на диаблухе он доедет. У нас три производителя борются за победу. Порш, Ламборджини, Феррари. Так, давай, давай. Блин. Так, 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 удержать, удержать. Все, последний поворот. Да! Главное, гринни удержали позади. Так, еще два очка у него. Победил Поршик, ну, в принципе. О, у меня даже будет чекут. Наверное, план работает. Хоть и вторая гонка, блин, сложная была, конечно. Плохо, что не удалось победить, но потери минимизированы. Топ-тайм, топ-тайм. Ага, о, здесь, да, у меня лучшее время. Я же здесь, да, на цел кашки ездил. И время, видите, насколько лучше, кстати, было. Опа, Егорка-то на второе место вышел. Кузьма опять шестой, что-то прям закосячился. Что-то ему там накрутили, видать. Так, Киндиак Парк. Это тут тоже, по идее, по моим расчетам, я должен был здесь выигрывать, но, видите, я должен был и на этой трассе выиграть. но уже не смог. Поэтому Киндиак Парк будет предельно сконцентрировано проехать. Блин, я уже сам себя боюсь. Сказал предельно сконцентрировано и сейчас буду все елки собирать. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это да! Ё-моё! Это тоже как-бы, блин, плохой стимул, что ли, я не знаю. Но стимул. В общем, гонки я начинаю всегда ой-ой-ой-ой, да чтоб тебя! Вот с этого, в общем, я всегда гонки начинаю. ну дабы сразу в форму прийти и не расслабляться. Блин, красное ведро. Так, ну все-все, собрались. как-то высоко, Алекс. Забрался, да? О, я смотрю, блин, гриня второй идет. Что-то я смотрю, Поршик-то не на шутку разошелся. Мне уже за гриню обидно становится. Еще там подлили Егорки-то в Порше. Топливо, я не знаю, с октановым числом 150. Да е-мое! Еще-то сегодня не мой день. У меня как бы не такой план был. Я должен выигрывать эти гонки. в третьем месте, в лапе 2. Вымра! Третий. Слушай, может ты давай езжать дальше? Может ты выиграешь, Блин, без спойлера, тяжко-тяжко-тяжко. Да елки-палки! Вот забываю про этот поворот вообще. На вот таких мощных машинах кошмарный. Прям подляна. Ведь разрабы по-любому тестировали. Не зря они там вот этот бугорочек сделали, такой наклончик. знали же, что туда будут улетать. Так, не жги резину, не жги. Не дыми тут мне в лицо. Поехали вместе. Будем прорываться. Я выиграю, а ты вторая будешь. Как тебе? Такой план. Хе-хе-хе. Так, надо Егорку унижать. Что-то он на своем Порше совсем обалдел. Держишься? выборочка. Давай-давай. Претиши план сработает. Так, аккуратно тут нога эти елочки. Гриня, ты меня разочаровываешь, парень. Все, в принципе, достаточно рядом. Опять повезло. Да, все равно, блин, хряпнулся. Да, что это было за подлет подрезка? не судьба мне, наверное, выиграть эту логу и вообще этот чемпионат был. Так, ладно, скулить не будем. Собрали железные нервы, кулак или все, что от них осталось и поехали. О, Кузя, Кузя. Кузя начал чудеса творить. Проснулся на третьей гонке. Понял, что он не лидер. поездом. Стремное такое место. Да че. Зато смотри, какая у него машинка чистенькая вся. У всех уже побитые тачки. Кузя едет, валит на свеженькой Феррари. Так, ага, теперь-то уже оторвался Егорка. Оторвался прилично. Блин, это последний круг, черт возьми, Так, вот, сейчас я запомнил, чуть-чуть сбросил скорость на четвертом круге. блин, пока мы все вместе там воевали, Егорка чисто отрывался. Блин, он реально лидером стал. Да куда тебя несет? Вот все потому, что нету сзади прижима. еще где возьми так, давай красный пылесос. надо, надо поднажать. Надо фрицев уделать. Макаронники жгут. О, кто это там у меня? Бухи жужжат. Да, Егорка, блин. Так, не сработает. Вырастили себе соперничка. Блин, реально 1 911 вы гляньте и он рвет всех остальных. Кошмарики. Что-то я такого не ожидал. Ага, о, лучшее время. О, а у меня же здесь на 911 еще и рекорд, Так что да. Жгет Поршик. Так, мы сравнялись с ним по очкам. Вот это да. Но обычно лидер Кузя, ну, либо Гриню, а тут вообще Егорка вылез. Странно, странно, что-то. Так, а сейчас, блин, вообще неоднозначная трасса. Я тут могу как... Да даже нет, я здесь не могу выиграть, скорее всего. Я тут максимум это в тройке прийти, но могу так же и вообще последним прийти. Я эту трассу вообще херово знаю. Еще по предыдущему чемпионату. она, медленная, много торможений. Что-то мне торможения на этой Феррари не особо хорошо даются. Да еще в вечном, блин. Сам себе отрываю спойлер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, вот уже третий. Гриня, ну ты хоть там это в газку подай, надо Поршик там делать. Ты же тоже итальянец. Давай поможем друг другу. короче, ладно. План такой держаться за ними вплотную. Интересно. Первым кстати здесь идти даже хуже, потому что так они показывают те чугаки повороты не тормаживать и на финише обгонять их. Вот такой план. Правда крутой план. Все гениальное просто. Поворачивать конечно Феррари тяжело, тяжело поворачивает. Я большего от нее ожидал в этом плане. пока она новенькая ее недостаточная поворачивательность. Как стоит только оторвать спойлер или чуть-чуть покоцать ее и ее начинает проявляться избыточная. Короче, у нее баланс меняется. полтора круга проехали. Пока что план работает. В принципе этот чудик не так сильно отрывается впереди. но пока мы так неплохо с ламбой в паре работаем. Все таки родственные корни взяли свое. Ну точнее не родственные а земляческие так скажем. Итальяшка все таки. Давай давай тихо тихо блин спокойно так так ну ладно всем всем землякам не место впереди меня. Ну че я не это имел ввиду. А то сейчас все тут полезут. Там позади меня только и остались одни итальянцы. Ого он еще и гриню делал. это да. Да чтоб тебя блин че вот размотало то а начинает мотать все хрен поймаешь маятник встань в такие моменты меня просто бесит машина эта и физика эта хотя я понимаю конечно что корень то проблем в том что просто я трассу плохо знаю поэтому отсюда все эти ошибки надо же найти виноватого крайне так оп ага феррари это тебя уделала да балбес в принципе ладно алекс он вообще не соперник может ехать можешь даже выиграть я тебе разрешаю это даже было бы супер да блин тихо тихо да настроение у меня падает если честно блин это у нас сейчас уже с ним равное количество очков надо отрываться блин пришлось короче ну ладно начинать ну ладно едем пока едем пока едет харизматичный мужик да орет который объявляется и ведь это достаточно долгое время фишкой серии было вот этот именно голос он по-моему и вход присьют был в третьей части ну и вот здесь ааа блин он сейчас заорет какого хрена ты делаешь дебил ууу да на последнем круге ну и короче он же по-моему и в пятой части есть и вход присьют два хотя тут я уже могу чуть напутать в башке уже все перемешалось и не ошибка хорошо помню так ребята дайте-ка я проскочу мимо вас и дальше разбирайтесь у вас прав тихо-тихо тихо-тихо ну давай 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 феррари я тебя даже не разбил на этой гонке поэтому ты можешь все будь позади не трепыхайся тихо-тихо-тихо жужжи то в одном ухе то в другом блин вообще жесть ну сработает план нет на последнем круге всех обойти третий третий кто победил то опять блин опять Porsche не смог его Alex дожать не смог блин не знаю план то не работает ребята что-то пока план мой не работает так вроде тщательно его разрабатывал прям несколько дней сколько у него 28 уже на 4 очка впереди правильно это 3 финишировал две трассы есть еще там где я еще что-то могу сделать все снежный город однозначно последний это даже ну можно там бабки не ходить фу я уже даже теперь не знаю дюрхам ровно классная трасса по идее блин надо прям выигрывать но не знаю может луна не в том созвездии так так ага я уже не беру стартую ну ладно все правильно ладно ладно я сама концентрация ага тх блин концентрация ошибок нелепостей и нервозного пилотажа кстати ребята вот как вам кажется из всех нитфоспидов какая часть самая хардкорная ну вариантов на самом деле немного если ох вот это да классный ржок вариантов немного на самом деле если говорить нитфоспиде о хардкоре да о реалистичности это пятая часть следующая порш анлишт ну и части более свежие гораздо более свежие которые уже вышли в 2000-х годах это там простри да был я просто в этих вот свежих частях уже слабо разбираюсь потом что там шифт шифты по-моему были да сколько их там частей две спид шифт первая вторая я тоже в первой шифте я чуть-чуть играл тоже не шибко так второй вообще не играл поэтому полноценно ну как бы я мнение свое сказать не могу мне все-таки кажется что porsche мы тоже с вами пройдем обязательно вот она как раз таки самая хардкорная и самая ну она понятнее что ли вот нету спид вот четвертый вот этот хайстейкс он классный ничего не говорю все четко это но у него вот из-за того что они решили уже в этой части чуть-чуть упороться и физику сделать как бы более такой ощутимой что ли но они тут как-то вот не докрутили все-таки как мне кажется то есть ну не ощущается здесь так ну гринер это хорошо кстати наконец ты за дело взялся ну и в общем а в пятой части они как бы пошли еще дальше и докрутили ее и там она более внятной стала конечно может это многим не понравилось ну потому что Need for Speed с реалистичной физикой это как-то никогда до этого не было не ожидали может многие такого поворота но мне именно вот эта фишка понравилась вот ну хотя и по отзывам я много чего слышал в принципе он лишь довольно-таки тепло о нем назывались ну то есть как нашел он в общем своих поклонников естественно вот может совсем аркадные фанаты были против но те кто за более реалистичные гонки те были рады в том числе и я так вот те кто играл тогда в Unleashed и потом в шифты в эти просто триты сравнить в общем ну как-то в комментариях может напишите какая из частей все-таки более хардкорная тем не менее я вот чуть-чуть от игры отвлекся и мы лидируем смотрите-ка как ни странно наоборот нужна такая концентрация на процессе главное теперь дожать до победного что называется конечно трампли если газ там не сбрасывают то вон туда прям в зеленую стену улетаешь машина серьезная поэтому не прикалываемся сейчас я телефонной будки не сбиваю здесь уже не до приколов ей-яй-яй-яй-яй-яй-яй дежится держится в хвосте прямо грохочет да да и кстати Кстати, кстати, Поршик-то пришел там не вторым, в общем, не знаю, какой он там. О, четвертый! Отлично! Отлично, отлично! Так. Ну, неплохо. Но, это мы только, по-моему, сравнялись с ним по очкам. А, нет, ну, на одно я вышел вперед, но, блин, этого мало. Задел должен быть хотя бы очков шесть. И то, это при условии шести хватит, это если я на последней трассе приду последним, а и Горка на Порше придет не первым. Ой, сложная арифметика. Ну, че, это гонки, ребята, здесь мы играем в долгую, так что... Ой, не знаю, не знаю. По сути, это мой последний шанс сейчас. Сейчас вот, чтобы остались шансы какие-то, не знаю, это надо здесь выигрывать, однозначно. А, Егорка, чтобы пришел каким-нибудь вообще там пятым. Ну, будем надеяться на лучшее. Благо, эту трассу я вроде бы так помню получше. Так, вот третья из этих овальных гоночных треков, где мы на Мере не ехали. ЦЛК. Это с туннелем трассы получается, с этим широченным. Тихо, 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 тихо. Блин, предельная аккуратность. Вот наш девиз. Блин, у меня такое впечатление, что в песне он говорит «фак дэс», «фак дэс», «фак дэс», «фак дэс». И я всегда так думал. Плохо так думал об этой песне. Еще когда в детстве играл, «Пошел вон, это кто?» Блин, Порш, по-моему. На самом деле он говорит «Рок дэс», «рок дэс», «прай дэс». Блин, ну раз заговорили о музыке, еще... Ай-яй-яй-яй-яй! На этой автомагнитоле потянулся, блин, погромче хотел сделать. И не справился с управлением. Черт возьми! Умра. Ты, ты, вы гляньте, что творит, а! Просто развернула, ну дура, и сама развернулась. Блин. Блин. Я иногда просто в шоке от их действий, насколько они, ну как бы, разнообразно действуют. С одной стороны, конечно, гады те еще, но с другой прикольно же, да? Это вам не боты, блин, в Гран-туризм. Это, конечно, плюс. Большой. Е-е-е-е-е-е-е. Держимся, держимся. Блин, ну надо... Надо, чтобы Егорка застрял, короче, в туннеле где-нибудь. Между колоннами его. С забили. Короче, что я хотел сказать? Музло тут классное. Вообще, вот, не знаю, я до сих пор, можно сказать, не решил для себя, какой мне саундтрек больше нравится. В андеграунде в первом. Вот че вот это происходит? Меня вот это еще бесит, что прилипает к стенке просто и хрен отлипнет. Вот в этих туннелях их просто уже... У меня фобия будет скоро. Не дай бог коснуться тебе, блин, стенки туннеля, все как к магнитам прилипает. Блин. Вот это, конечно, что-то дурость какая-то. Прямо весит. Бомбануло у меня чуть-чуть. Вот, короче, не могу я для себя решить, какой для меня саундтрек круче. Вот здесь или в андеграунде в первом. Хотя у них стилистика абсолютно разная, поэтому, наверное, их можно вот так вот прям рядышком поставить. И наслаждаться и тем, и тем. Вот эти вот электронные треки здесь. В музыкальном смысле. А, много диплеска. Просто. Классно. У меня весь саундтрек вот этот вот Need for Speed 4 скачан. И даже я его в плеер себе закачал и в телефон, и слушаю постоянно. Также есть темы и с первого андеграунда. Тоже охренительный саундтрек там. Как бы там более разнообразный. Там уже и тяжелые темы есть, и электруха также. В принципе, там еще и даже диприску есть. Пара темы, но уже гораздо меньше. Здесь, по-моему, целиком написал весь саундтрек. Тойота, да че вы... Подбросила, да, на парнивочке. Провернула колесико. Блин, ну че мы... Действительно, вот в этой физике то, что она уже, блин, и не аркадная, но еще и не симуляторная. Вот машину вообще не чувствуешь. Че с ней произойдет в следующую секунду, абсолютно непонятно. Отловить ее нереально просто. Если она уже куда-то пошла не туда, все. Она уже до конца идет. У-ху! Вот, и... Блин, это, конечно... Это вот все из-за того, что физика такая... Ни то, ни сего. Серединка такая, вот. Уже не аркадер, но еще и не симулятор. Только не подумайте. Я сейчас, конечно, ну как бы чуть-чуть ругаю игру, с одной стороны. Ну, это просто ложечка дегта такая маленькая, да. Даже не ложечка, а пипеточка. Игра все равно очень классная. Просто супер. Даже если я, блин, этот чемпионат не буду. Все равно крутейшая игра. Просто. Need for Speed High Stakes. Это почти что... Не знаю. Почти идеальная аркада. Надо было тогда им аркадную физику. Чуть более аркадную ее все-таки сделать. Последний круг, блин. Третий. Ой. Ну что ты пляшешь, блин? Передо мной. Ты не передо мной пляши, а вон перед мымороком. Ай. Последняя надежда умирает. Ох ты. Напряженный момент, да, даже музыку выключили. Режиссер трансляции. О, Гринни лидирует. Охо-хо-хо-хо-хо. Вот это да. Все, все. Ребята, блин, главное выиграть. Гринниф, ты пошел вон. Вот это был облет. По-моему, это кадр вообще просто всего прохождения. Need for Speed A4. Так, 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 так. Все, полная концентрация. Осталось совсем чуть-чуть не пустить его. Егорка, по-моему, третий лишь Поршик. Блин, я вообще не ожидал, что я так накачу и так налечу. Вот это да. Эмоции просто через... Вот это, вот это было мне, ну согласитесь, черт возьми, круто. Обалдеть. Вот, пожалуйста, аркада. Это все благодаря тому, что это аркада, блин. Поэтому такое возможно. Блин, спасибо тебе, Need for Speed, за вот такие кадры. Обалдеть. Кошмарики. Кошмарики. В смысле, круто. Фух. Так, что там по очкам-то у нас? Пять очков. И вот, и смотрите, вот, и опять все, вот, ну непонятно до последней гонки, да? Вроде бы и достаточно большой отрыв, но тоже вопросы, я не знаю. То есть я, сейчас вопрос в том, каким приедет Порш. Я приеду однозначно здесь в последнем. Это просто к бабке не ходи. Черт. И тогда придется, наверное, переезжать, перезаезжать. Ну блин, вот этот вот момент, вот сейчас вот на выходе с туннеля, с этим полетом. Ох. Вот это, по-моему, блин, ну, надо чемпионом после этого становиться. Так что давай, Поршик, не подведи, ты должен приехать каким-то вторым, по идее, да? Сейчас все зависит не от меня. Сейчас все, блин, в руках Порша. И в руках, я не знаю, судьбы. Пять очков. Одно я как... Ну, одно я точно заработаю. Это шесть очков, когда... Его... Блин. Отвлекло меня сообщение. Отпустим. Блин, у меня уже надежда появилась, что может удастся его сдержать. Да нет, все фигня. Я сейчас просто ухайдохаюсь где-нибудь. Вот все. Его бы хотя бы закосячить, блин. Нет, вы видите, без проблем меня обошел. И... Хоть в отрыв. Блин, я еще и гриню закосячил. Это место прям похоже, согласитесь, на это... На Вичеланд-8. Ну, на трассу, где эти фуникулеры есть. Вообще прям, всегда у меня была такая ассоциация. Где-то в том же районе едем. Кузьма, иди вон. Блин, я уже пятый, да? У меня всегда вот на этой трассе вопрос. Мы что здесь, на летней резине едем, что ли? Ё-моё. То есть так вот ехали-ехали и неожиданно заехали в горы. И неожиданно в горах оказался снег. А все такие на летней резине, да? Странно, короче. Ребята, знали же, куда едете. Ну, потому что нереально волочат здесь. Ох, все время апокалипсис. Ха-ха. Я обратно Кузю уделал. И снова закосячился. Слушай, Кузек, может ты мне лишнее еще одну очко дашь все-таки, а? Давай ты куда-нибудь врюкаешься. Стоять. Не, в принципе, на этой трассе можно ехать с ними на равных. Вот тут, в низине, тут главное на обочину не заезжать. То есть по асфальту, в принципе, машину-то почти не тащит. То есть она нормально идет. Просто надо трассу как бы подучить. Ну, реально, я ее плохо знаю. По идее, надо было бы на ней покататься побольше. И единственное, вот, когда мы наверх забираемся на этот перевал, там вот не косячи, потому что там прямо на трассе лед, какая-то слякоть такая, да? И там очень аккуратно ехать. Ну, как бы, не знаю, выучить там. Абсолютно точно точки торможений и конфигурацию поворотов. Тогда можно что-нибудь сделать. Здесь вот вправо главное не заезжать. Короче, по центру держаться. С местным управлением достаточно сложно сделать. Да что б тебе, блин. А, Кузьма там, блин, меня послушался. Он ехал все-таки последним, да? Я просто сильно закосячился. Они, кстати, на тещином языке тоже едут-то плохо. В общем-то, там очень медленно они едут. И я говорю, если трассу выучить... Ай-яй-яй. Вот, вот здесь вот они едут медленно. Я еще и медленно, и еще и косячно. О, Витиха, он еле-еле там вкручивается. Кузек. А-а-а-а-а, да чтоб тебя. Ну, о чем я игрил, здесь даже без шансов. Ё-моё, блин. Прикольно там. Ускиль, да, такие летят. О, грот. Блин, вы полюбуйтесь, ё-моё, красотища. Сейчас тут без напряга едешь, можно хоть красоты, трассы местные подметить. Ой-ой-ой. Да, можно вообще постоять тут. Замин за колонку заехать, заправиться в кафешку куда-нибудь заехать, подкрепиться. Все равно уже все и так ясно. По крайней мере, с моим местом. И вот плохо вот сейчас еду, и я ведь не знаю, где, где Порш вообще. Зря я еду, не зря. Если он лидирует, то все. И, кстати, да, он лидирует. Желтые пятнышко, я так сейчас в краем глаза заметил. Да, ё-моё, ну, чуть-чуть буквально все, цепляешь снег и этот, то есть, абсолютно. Блин, остановиться, навязать этих на колеса, как у нас делают зимой водители грузовиков, цепи навязать. Феррари-то, наверное, развалится это от такой могучей тряски. Просто рассыпется у него подвеска. Лучше круг 2.18 здесь, да, вот, в левом нижнем углу рекорд. А я проезжаю, наверное, минуты за 3. Ума, кошмарики. Хоть один круг попытаться чисто проехать. Пусть медленно, но хотя бы не зацепить бровку. Ну, просто, ну, реально, как на льду. Мало того, что стоит, наверное, летняя тут резина, так еще и дубовая. Хотя бы, ладно бы, мягкая какая-то стояла там, гоночная. А тут пластмасс какой-то, допустим, чуть буквально цепляешь снежочек. И просто сразу же выносит. Так, ну да, где-то около 3 минут, блин, круги, офигеть. Ну, ладно. Круче, 20 секунд уступаю рекорду. С круга. Ветерок пует. Музыка. Магнитолу выключил. Можно послушать. Звуки окружающей природы. Партички поют. Нет, звук, конечно, классный в игре. Пароли сразу. На каждом клочке трассы что-то вот вставили, какую-то свою фишечку. Какой-то, не знаю, звук, да, такой вот. Хотя ты вроде проносишься этот участок, где пролетает там за секунду, за две. А все равно ведь они старались, да, пытались как-то вот разнообразить, оживить, так скажем. Молодцы, конечно. Сейчас, по-моему, так аркадные гонки не делают. Хотя это так, это мое ощущение просто. Ну, по крайней мере, электроники. Мне все равно кажется все-таки, что раньше они больше вкладывались в игру, то есть как-то творчески больше подходили. Сейчас больше это просто на поток поставлено такое. Ну, над каждым, короче, творческим программистом стоит такой менеджер, чисто менеджер с баксами в глазах. И он по башке колотит творческого разработчика, программиста, как только он пытается что-то там уйти куда-то, ну, не знаю, в творческую такую направленность. Типа там что-то добавить, что-то вот здесь, а давайте тут лучше. Тут же его по башке трескать. Куда? Не надо просто вот кусок асфальта нарисуй. Главное быстрее сделать. Ты что, не понимаешь, нам надо раз в год выпускать игры. Какое творчество тебе может быть? Только деньги. Ну, что-то типа того. Так, ну вот, ладно. Финиш. О, скрестили пальцы, скрестили пальцы. Где? Вопрос. Да! 911. Четвёртый! Там всего сраных три очка. Ребята, поздравьте меня. Чёрт, я аж прям... Я прям прослезит. Ох. Ну чё, ребята, мы чемпионы. Да? 41 на 38. Фу, да, это напряженная была гонка. Прям реально был... В долгую играли. Вот прям до последнего, да? Судьба, она прям вот... Вела-вела до последнего интригу. Обалдеть. Ну и всё-таки, не знаю, как вы считаете, вот тот, мне кажется, обгон на выходе с туннеля, точнее даже облёт, обпрыг, перепрыг, он был чемпионским. Он тогда дал два очка дополнительных. Вот, и... Благодаря этому мы победили! Фух. Ну что? Надеюсь, что вам понравилась последняя серия. Мне кажется, она была достаточно напряжённой. Вот, хотя, если честно, я не думал, что она получится таковой. Мне казалось, я... Ну, полегче как-то выиграю. Этот чемпионат. Ну что же. Вот. Такой была Need for Speed 4 High Stakes. Я не буду проходить вот эти гонки с погоней. Потому что я считаю, что Need for Speed это вот именно чемпионаты, которые мы прошли. И дополнительные чемпионаты, которые открывались по прохождении, ну, турниров. Вот основной геймплей. Гонки с погоней, это так, развлекушечка просто. Я её тогда не любил. Её у меня полностью Лёха тогда прошёл. Я как-то, ну, не знаю, не любитель я вот этого режима. Ни в каких Need for Speed'ах. Я вообще считаю этот режим не особо докрученным. Хотя он весёлый, да. Прикалываться можно, но упарываться и проходить его я не буду. Уж не судите строго. Вот. Давайте полюбуемся на наш с вами кубки. Вот. Ещё разок. Ну и что, подведём итог некий. Как я уже, в принципе, немного говорил об этом, считаю, что физика в игре всё-таки, ну, не дожата, что ли. То есть, либо им надо было... Хотя я считаю, им надо было её более аркадной всё-таки сделать. Не стоило вот так делать. То есть, как-то серединка наполовинку. То есть, не дожали реалистичность. И, как бы, из-за этого аркадность ушла. И поэтому, когда едешь на мощных машинах, опять же говорю, это, по большей части, относится к мощным тачкам. Не чувствуешь машину абсолютно. То есть, чувства тачки здесь нету. Хотя, я думаю, они, наверное, старались что-то подобное сделать. Но, как бы, от этого сама игра всё равно, она чертовски стильная. Она... И, начиная вот просто вот от менюшек этих, вот вы просто гляньте, как всё, ну, на каком уровне сделано музыкальное сопровождение, как нарисованы машины. Очень классная игра, очень стильная, очень, ну, как, не знаю даже, вылизанная, что ли. Для меня это почти идеальная аркада. Вот чуть-чуть претензия к физике. Так что, вот такое моё мнение. Одна из лучших, однозначно, частей Need for Speed'а. Вот, ностальгия по полной. Ну что же, на этом я с вами попрощаюсь. С вами был Скудер, как всегда. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ну и увидимся в следующих прохождениях. Они появятся совсем скоро. Всё, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok